МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он рассказал, что ревизии и обсуждению были подвергнуты буквально все вопросы белорусско-российского сотрудничества. Если очень кратко, отвечая на выдумки и вранье в разных каналах, вот я процедулю самого себя, когда мы в такой дружеской, абсолютно дружеской атмосфере подошли к итогам переговоров в рамках союзного государства, я сказал, как мы видим это союзное государство. Мы, белорусы, живем в своей квартире, она небольшая, и Россия, огромная Россия, живет, ну, может быть, не в квартирке, я сказал, а на всем этаже. Мы суверенное и независимое государство. Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления. Мир настолько изменился, что это просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно, потому что, существуя как суверенное и независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система отношений будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношений отдельных территорий. Россия огромная, седьмая часть примерно суши планеты. А здесь мы рядом, практически одинаковый уровень развития, технологический, технический и так далее. И если мы захотим, мы сможем выстроить такую систему взаимоотношений. Помимо взаимодействия в формате союзного государства, лидеры в Сочи обсуждали вопросы экономической кооперации, обороны, реализации совместных проектов, речь шла о том, как сообща противостоять самым разным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, как и так называемые трансферы власти, о чем писали некоторые ресурсы. Академия МВД продолжит ставку в подготовке кадров на новое направление. Среди актуальных задач информационное противоборство, компьютерная разведка и ряд вопросов, связанных с развитием техники. Это сегодня рассказал глава администрации и президента во время визита в милицейский вуз. Игорь Сергеенко ознакомился с материально-технической базой и возможностями учебного процесса вуза, который занимает свою нишу в системе обеспечения безопасности страны и оперативно реагирует на современные вызовы и угрозы. Сегодня очень важно иметь такую кузницу кадров, собственную, национальную, которая готовит высокообразованных граждан, достойных офицеров. И события лета, осени прошлого года показали, что сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли поставленные задачи, пресекали массовые беспорядки, реагировали, приходили на помощь людям. И наш народ действительно увидел защитников нашей страны, защитников интересов простых людей в лице сотрудников милиции. Во время посещения Академии МВД глава администрации и президента также пообщался с курсантами. Для достижения планов на пятилетку важен вклад каждого. Это отметил генеральный прокурор Андрей Швет сегодня на встрече с трудовым коллективом кондитерской фабрики «Коммунарка». Темы насущные и волнующие многих. Особое внимание направлением социально-экономического и общественно-политического развития страны в выработанном в ходе Всебелорусского народного собрания. Людей беспокоит самое простое насущное – это и трудовые отношения. Кого-то уволили неправильно, кому-то зарплату. Люди считают, неправильно нас считали. До самых глобальных вопросов. Важно сейчас разговаривать. Важно отвечать на любые вопросы. Тем закрытых нет и быть не может. Отмечу «Коммунарка» – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Беларуси. Наше предприятие поставляет продукцию в 26 стран мира. На Южную Корею в первые дни весны обрушились мощные снегопады. В погодной ловушке более 700 автомобилей, застрявших на скоростном шоссе вдоль восточного побережья, вызволяют спасатели и военные. В городах десятки ДТП. В них пострадали более 60 человек. В некоторых районах выпало более 70 сантиметров снега. А вот на Сицилии совсем разбушевался вулкан Этна. Вместе с потоками раскаленной лавы, которые достигали 300 метров в высоту, гора начала бросаться камнями. Более того, Этна продолжает извергать столбы пепла. Оно наседает в расположенных рядом городах. Даже силийские улицы превратились в черные. Местами жители стараются не выходить из домов. И еще один вулкан проснулся. На сей раз в Индонезии Синабунг активизировался и начал извергать огромные горячие облака на высоту до 5 километров. Стоит отметить, что последние несколько лет вулкан спал. Самое мощное извержение произошло 11 лет назад после затишья в 4 века. Информационный день мои коллеги продолжат в 15 часов. До встречи.